В областной думе активно обсуждается кандидат в главы регионального правительства. Напомню, пост теперь совмещен с должностью первого заместителя губернатора. Глава региона внес на рассмотрение депутатов кандидатуру гендиректора компании «Славнефть» Ярославнефть-Оргсинтез Александра Книзькова. Голосование в думе пройдет 27 ноября. До этого кандидат должен провести консультации со всеми фракциями парламента. Впрочем, большинство из них уже знает, как будет голосовать. Яна Хромова продолжит. Сегодня уже почти все фракции определились, как будут голосовать. Исключение пока только коммунисты. Они еще не обсудили кандидатуру первого зама губернатора. Все остальные уже заявляют, что поддержат назначение Александра Книзькова. Принципиальных возражений у фракции на данный момент не возникло. Вопросов у нас к нему достаточное количество. Безусловно, по бюджету, это в первую очередь, по бюджету 2013 года. Хотелось бы услышать его задумья, его планы. Я-то рад тому еще, что вот в эти дни фигурировали ведь и разные другие фамилии. Были опасения, что нам могут сюда, на это место, предложить человека далеко из-за пределов области, как это было, например, при Охрукове с Ковальчуком, с Надыма. Могли человека, который больше, так сказать, склонен к политической деятельности, чем хозяйственный, такая фамилия фигурировала. И вот если обсуждать круг вот этих кандидатур, то на этом фоне это не самый плохой выбор. Назначение Книзькова может сорваться только, если вдруг против него выступят единорусы. У них большинство в Думе. Но такой сценарий можно смело отнести в раздел ненаучной фантастики. Много всяких было интриг. Один, второй, третий. Но то, что сегодня подобрана кандидатура Книзькова, это, наверное, сегодня самый оптимальный вариант. Обязательно поинтересуемся, как он думает дальше работать, его стратегические планы, что думает делать с промышленностью, с сельским хозяйством, с инфраструктурой, прежде всего, с жилищно-коммунальной хозяйством, дороги. То есть, насколько я понимаю, что ему дадут все хозяйственные вопросы. Сегодня некоторые депутаты не исключали, что назначение именно Книзькова на такую должность связано с возможной сменой собственника, возглавляемого им НПЗ. Другие парламентарии видят в выдвижении непубличного Книзькова глубокий политический подтекст. Мол, таким образом его начинают готовить на смену нынешнему губернатору. Став премьер-министром, Александр Книзьков перестанет быть депутатом. Его место в областной думе должен будет занять кандидат, который шел за Книзьковым в списке «Единой России» на выборах в 2008 году. Мы пока работаем по старому законодательству. А сегодня у нас следующее «я по очереди» или следующий кандидат в депутаты – это Лягушева Светлана Николаевна, которая у нас возглавляет фонд «Милосердие». Она пойдет? Не знаю, будем разговаривать. Мы связались со Светланой Лягушевой, и она заявила, что готова стать региональным парламентарием. В таком случае она будет пятой дамой в нынешнем составе думцев. Остались формальности. Дума должна будет принять решение о прекращении полномочий Книзькова, после чего обл. избирком сверится со списком единороссов и передаст мандат следующему. Яна Хромова, Владимир Чернов, Городской телеканал. Традицию разделения функций губернатора и председателя правительства заложил Анатолий Лисицын. Пришедший ему на смену Сергей Вахруков отказался от подобной практики. Новый глава региона Сергей Ястребов решил реанимировать управленческую конструкцию. Первым премьер-министром области был Владимир Ковалев, последним – Ирина Скороходова. Продолжение следует...